Социальная защита людей остаётся в центре внимания государства. Об этом сегодня заявил президент на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси. Александр Лукашенко поинтересовался настроением людей в трудовых коллективах, особенно учитывая нынешнюю ситуацию в экономике, ведь работать на традиционных рынках стало труднее. Анастасия Иванникова знает подробности разговора. Чем живут сегодня трудовые коллективы? Как нужно переориентировать отечественные предприятия и что сделать для повышения социальной защищённости людей? С рабочим докладом главе государства председатель Федерации профсоюзов. С первых минут президент расставляет акценты. Именно социальная защита в центре внимания государства. Во многом здесь помогают профсоюзы. Активное участие Федерация приняла и в прошедшей избирательной кампании. Хочу поблагодарить вас за участие в выборной и предвыборной кампании. Мы это абсолютно не скрываем, потому что молодёжной организацией мы сделали больше, чем кто-либо вместе с органами власти, для того, чтобы на достойном уровне провести эту предвыборную кампанию. Вы были на передовой, можно сказать, на линии фронта, общались с людьми. Люди нам ответили добром. И в этом большая ваша заслуга, особенно профсоюзного актива. Я вам за это очень благодарен. Теперь наша задача формировать там, где это надо, снизу до верху, руководящий костяк, инстекалий власти и не обмануть людей. Главная наша задача. Президент отмечает, на настроении людей в трудовых коллективах во многом влияет экономика. Ситуация довольно непростая. Просили традиционные рынки, большая конкуренция и в странах Евросоюза. Год будет очень сложным. Очень сложным. И сами виноваты, особенно наши соседи, наворочили проблем больше, чем достаточно. И, наверное, еще нужны будут годы, чтобы их разгребать. Но это их проблемы, но проблемы и наши, поскольку это основные наши рынки. Россия, Украина, Казахстан. Наши рынки. С Евросоюзом все не так просто. Они очень сильно защитили свой рынок. Поэтому выходим туда подальше, на Дальнюю Дугу, через Итам, Индонезию, Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку. Там пытаемся что-то продать на Соединенные Штаты Америки. Это очень выгодный рынок. И действительно, крупнейшие промышленные гиганты выходят сегодня на новые рынки. Ставка на диверсификацию. Так, отечественные автомобили на ура расходятся в Венесуэле и Арабском регионе. А вот белорусы знамениты теперь не только в странах СНГ. В списке перспективных рынков Африка. Правда, похвастаться такой географией могут не все предприятия. Вот и обращаются трудовые коллективы за помощью, рассказывает Михаил Орда. Взять, к примеру, Могилевский завод. Предприятие проблемное. На безубыточное производство выйти не дают долги. Но помочь можно новыми заказами. По освоению и месторождений, и по другим вопросам, которые касаются того, что сегодня надо нашей промышленности. Вот эти заказы, было предложение и просьба главе государства, чтобы помочь этому коллективу выйти на нормальную, устойчивую работу. Уверены в этом и на самом Могилевском заводе. Современное название он получил еще в середине 40-х. Тогда предприятие специальными машинами обеспечивало индустрию стройматериалов. В свое время здесь выпускались пассажирские лифты. Теперь объемы производств не такие. Заказов на внутреннем рынке пока не хватает. Мы сегодня ищем уже рынки на пределах России, Казахстана. И работаем с фирмой Петробраз Бразилия для производства вихадрис, опытных образцов. Сегодня социальная защита людей и сохранение рабочих мест были и остаются главными задачами профсоюзов. Об этом говорилось не раз, в том числе на седьмом съезде Федерации в мае этого года. Сегодня Федерация это почти три десятка отраслевых профсоюзов, шесть областных, Минское объединение и более 4 миллионов человек. Но все-таки как улучшить условия работы людей? Вниманию президента сразу несколько предложений. Мы предложили рассмотреть такой вопрос о создании фонда, компенсационного фонда. Также мы предложили сегодня максимально расширять рынок страховых услуг. Такие предложения еще раз подчеркивают, государственная социальная модель остается неизменной, ведь профсоюз всегда должен быть рядом с человеком.